Инесса Натальевич с 8 утра топит печь в своем музее. Нужно прогреть здание как следует. Вот-вот приедет группа школьников из Гурьевска. Целыми школьными автобусами. Турфирмы привозят мне сюда детей. Потом зимние были каникулы. Приезжали из разных уголков России сюда. Музей Инессы частный. Расположен в здании бывшей сельской школы, которую Инесса купила много лет назад, рассчитывая со временем перестроить его в жилой дом. Но разбирая завалы, нашла много старинных предметов. Карту 1938 года, сломанные школьные парты, рассчитанные на 10 человек сразу, грифельные доски и грифели. Сначала я не могла понять, что это такое, пока не спросила у бывших учеников, что это такое. Они говорят, это грифели. Мы ими писали. Она начала собирать информацию о школе села Вальдвинкель. Так до войны называлась Ильичева. Выяснила, что здесь работали два учителя. Жили они, как тогда было принято, прямо в школе. В 1948 году всех немцев с завоеванной советскими войсками территории депортировали в Германию. В интернете Инесса нашла немецкое сообщество бывших жителей Ильичева. Они поделились с ней фотографиями, документами, нарисовали, как выглядели классы и парты в их сельской школе. Недавно ей позвонил внук одного из учителей. Хочет приехать в Ильичево этим летом. Халло, халло. Я поняла, что это немец звонит. И он мне говорит, что он внук учителя Краузе. Что он здесь жил со своей мамой, со своим дедушком, этим учителем Краузе, с бабушкой. С проектом музея «Старая немецкая школа Вальдвинкель» Инесса выиграла крупный грант Евросоюза, добавила свои сбережения и восстановила школьное здание. Две учебных аудитории стали музейными залами. В одном воссоздана обстановка довоенного класса. В другом – выставка, посвященная людям, которые приезжали восстанавливать Кёнигсберг и окрестные села после войны. Экскурсии Инесса проводит сама. Старинные грифели дает школьникам, чтобы попробовали написать что-нибудь. Им так интересно. Не так сильно-то все изменилось, только форма другая. Планшет грифельный, на котором также можно было рисовать, или планшет современный. Билет в вторую школу Вальдвинкель стоит 100 рублей. Но посетителей много, так что музей себя окупает, говорит Инесса. Недавно она получила еще два гранта, на этот раз российских, на развитие сельского туризма. Хочет построить в Ильичево настоящую немецкую пивоварню.